Добрый день! С вами Георгиевская Татьяна. Рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня мы на объекте и будем стричь, подстригать живую изгородь. Вот эта изгородь была подстрижена, посмотрите пожалуйста сзади меня, живая изгородь и она была подстрижена зимой, это примерно 6-7 месяцев назад, придавали форму ей и сейчас уже лето и она очень хорошо так отросла, пышненькая стала и вот видите такие отдельно торчащие кверху имеют веточки. Сегодня мы как раз таки займемся формированием этой живой изгороди и покажу потом как мы будем делать и что из этого получится. Покажу еще какие инструменты мы сейчас будем использовать. Для того, чтобы у вас получилась красивая живая изгородь, вам необходимо оборудование. Конечно, можно попробовать это сделать ножницами, но вряд ли это получится. Для этого мы используем специальные бордюрные вот такие вот ножницы большие, вот это снимается крышечка у него. Посмотрите, вот такая вот пила. Покажу вам в действии как она работает и можно использовать такой вариант как электрический, то есть если рядом с домом у вас ваша живая изгородь и у вас есть допустим поблизости розетка, то вы можете приобрести электрическое такое оборудование. Мы обычно используем бензиновый, потому что как правило живые изгороди везде и большие территории есть, там где очень сложно ходить с розеткой, искать розетку и ходить там подсоединяться в проводах, путаться и так далее. Мы используем бензиновый, в принципе у нас вся техника, все наше оборудование, оно бензиновое. Нам так проще. Вы выбирайте по своим потребностям, возможностям и конечно же по стоимости. В живой изгороди, как я упоминала уже в одном из видео, лучше использовать то, что очень хорошо растет на вашей местности, какие кустарники и желательно, чтобы эстетически красиво смотрелось круглый год. Для этого лучше вечно зеленые кустарники высаживать для живой изгороди, приобретать, либо хвойные какие-то породы использовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, посмотрите, какая красота получается. Сейчас это все еще почистим, поубираем сверху вот то, что осталось. Сейчас еще те, которые остались, так как здесь металлический забор, видите, что мы еще дорабатываем обычным секатором, чтобы это все выглядело очень красиво и эстетично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затем смотрите, какой еще момент, когда вы подстригли основной слой с одной стороны, сверху и с другого боку, со всех сторон сделали, то желательно еще вот таким образом куст протрясти. После такой проделанной работы, когда вы потрясли куст свой, когда вы со всех сторон его проверили, все, что вылезло, вы можете обычным секатором доделать. Обычно вылезают такие тоненькие, небольшие, вот как здесь. Я сейчас просто возьму это и уберу. Все, чтобы у нас идеально, идеально ровная была, чтобы идеально ровная была поверхность и красивая, радовала глаз, как всегда. С живой изгородью мы закончили. И можете посмотреть, что у нас получилось. Такая ровная, красивая. Здесь вот где у нас забор с этой стороны тоже ничего не торчит. Все аккуратно срезано. Где мы побоялись испортить наше оборудование, мы обработали это обычным секатором. И с той стороны, сейчас пойдемте покажу тоже. И здесь у нас тоже получилась вот такая вот ровная, красивая, зеленая, пышная изгородь. Это была вторая подстрижка. Первая, как я уже говорила, была зимой. И она была очень такая агрессивная, очень агрессивно сделана для того, чтобы выровнять форму. Там много срезали. Ну вот, как видите, прошло полгода, 7 месяцев примерно. И замечательно все выросло. Вот еще у нас сантиметров на 20, на 30 даже. Имейте ввиду, когда вы подстригаете живую изгородь, то от одной веточки, если вы ее подстригли, она дает еще несколько побегов, еще несколько веточек дает. И в этом месте она почти не становится. Поэтому подстрижка, она необходима для формирования и для густоты. Потому что живая изгородь, она очень красиво смотрится, когда густо. При формировании живой изгороди главное выбрать золотую середину. Не состричь много, чтобы не испортить дерево, но и состричь так, чтобы придать форму, и чтобы она гуще смотрелась и гуще была росла. С вами была Георгиевская Татьяна. И до новых встреч на канале Тати Гео. Желаю вам красивых живых изгородей на ваших участках. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»